Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас гостя, как мы уже анонсировали, депутат Сейма Любовь Швецова, которая, вот, кстати, хочу сказать, что вчера вы совершили такой дерзкий какой-то поступок, а именно подали поправку о том, что, ну, с учетом кризиса все-таки не стоит ли партиям всем жить поскромнее и уменьшить вот эти аппетиты, в том числе, вот те дотации, которые целый ряд партий получают из госбюджета. Почему вы выступили с таким предложением? Насколько я знаю, что это не единственное предложение, связанное вообще с экономией бюджетных средств, и, наверное, на прошлой неделе вы выступали по поводу сокращения административных расходов, ну, в частности, на содержание госаппарата. Давайте, может быть, с этого и начнем. Да. С учетом экономического кризиса, вызванного вирусом COVID-19, и макроэкономические подсчеты, и анализ хозяйственной деятельности, предпринимательской деятельности Латвии показывает на уменьшение производства, на уменьшение, на очень большое уменьшение услуг, именно в отрасли услуг и гостиничного бизнеса. Туризм у нас остановился, перелеты у нас остановились, переезд, перевозки, перемещения, именно пассажирские у нас тоже остановились, то есть определенный ряд отраслей, он находится сейчас в глубоком экономическом кризисе. Общий процент падения овалового продукта, запланированное в этом году по позитивным прогнозам составит минус 7 процентов, по негативному сценарию, который сделали эксперты Международного валютного фонда, он может достигнуть достаточно глубокой ямы, и это будет около минус 15 процентов. Это миллиарды, которые не будут в обороте, это миллиарды, которые будут, не будут в том числе поступления в бюджет в виде налоговых поступлений, это очень большое количество дополнительных безработных людей, которые останутся без работы, и однозначно это приведет и к последствиям в экономике страны. Мне кажется, что при составлении, было бы только логично, при составлении бюджета этого года 2020 в 2019 году были совсем другие расчеты. И когда правящая коалиция решала увеличить финансирование на 4 миллиона каждый год в будущем, экономическая ситуация прогнозировалась абсолютно другая. Теперь мы столкнулись с минус 7 процентов от ВВП в лучшем случае, минус 15 в худшем случае. Мне кажется, что было бы абсолютно логично, если бы правительство и политики приняли решение вернуться на тот же самый уровень партийного финансирования, который был до 2019 года. Причем вернуться на тот промежуток времени, по которому, на который во всяком случае согласно заключению экспертов, и планируется восстановление экономики Латвии. То есть, по подсчетам экономистов и экспертов, вычислено, что в лучшем случае экономика Латвии восстановится до периода 2019 года, в 2022 году. То есть, при развитии кризиса в виде буквы У, получается, мы вернемся к росту постепенному, согласно прогнозированию, со следующего года, но маленькому и постепенному, от 1 до 3 процентов примерно. И на 2019 год мы возвращаемся в 2022 году. Это при лучшем развитии событий в экономике Латвии. Обращаю на это внимание. Поэтому я подала поправку, которая является абсолютно в моем понимании логичной и обоснованной, с учетом общества, количества уволенных людей, с учетом того, какие пособия мизерные люди получили по простою, сколько людей уволили Аэрбалтик, сколько людей планирует уволить Латвийская железная дорога, то я считаю, что и партиям необходимо было бы немножко подтянуть свои запросы, требования и расходные позиции, и уменьшить их на тот же самый размер, который был до 2020 года. Да. Что касается действительно расходов и на госаппараты, это тоже, по-моему, актуально. Можем ли мы себе, во-первых, позволить сейчас такой большой госаппарат, это, во-первых, во-вторых, наверное, жизнь на удаленке, вот в удаленном доступе показала, что, может быть, действительно такого количества креков в госуправлении не нужно. Я считаю, что с учетом достаточно высокого уровня дигитализации госуправления в Латвии, с учетом того, какая проводится политика региональных изменений и реформы самоуправления, то однозначно управление чиновнического аппарата должно было бы быть более эффективным и более малочисленным. Почему? Потому что Латвия по количеству чиновников на количество населения, оно занимает одно из первых мест в Европейском Союзе по странам. Причем по эффективности работы госаппарата, наоборот, занимает третье место с конца. Если мы считаем за показатель эффективности реализации политики, то, согласно заключению экспертов ОСЕДИ, латвийские политики постпроверка законодательных актов и применение законодательных актов латвийской тоже находятся на четвертом месте с конца в Европейском Союзе. То есть у нас по ряду показателей очень большой есть, как скажем так, зазор, куда стремиться. И мне кажется однозначно, что как раз во время кризиса и кризиса, в котором очень большое количество людей пострадало уже и еще пострадает, было бы только правильно оптимизировать государственное управление, несмотря на заявление правительства о том, что мы не будем экономить. Я, в принципе, понимаю, почему правительство заявляет, что они не будут экономить именно на чиновниках, потому что именно чиновнический аппарат является той электоральной базой, которая обеспечивает ту же самую власть, той же самой политической элитой. Поэтому насколько бы не был тяжелый кризис, все равно будут до последнего держать чиновнические. Для чиновнического аппарата будет найден ресурс, даже если тысячи людей останутся без работы и без доходов в этой ситуации. И опять один момент, когда политики говорят во время предвыборной кампании, и получается, как только предвыборная кампания проходит, ей нужно принимать определенные решения, которые однозначно не являются популярными. И они достаточно сложные. Тогда начинается игра политиков и министров на то, что ну никак без, допустим, того же самого бывшего агентства приватизации, а ныне посессор, ну министерство экономики, ну никак не может обойтись. И неважно то, что посессор по функциям и по задачам перекрывается с агентством по управлению недвижимостью, которое находится под министерством финансов. Неважно, что… Какие люди дублируют друг друга? Во всяком случае, есть многие, очень многое исполнение функций у них перекрывается. Они делают одно и то же самое. Если мы говорим о количестве людей, то это около 70 человек, которые работают в агентуре. Несколько управляющих агентур, которые получают зарплаты не менее 3000 и большего с учетом определенных бонусов и дополнительных доплат в месяц, каждый год. И несмотря на то, что приватизационная агентура посессор всегда говорит о том, что они содержат себя сами, но нужно понимать, что они содержат себя сами за счет обслуживания объектов хозяйственных, которые могли бы быть обслуживаемы тем же самым агентством по недвижимости, а доходы от этого могли бы быть перераспределены не на зарплаты работникам агентства, а наоборот использованы на экономику, на развитие каких-то определенных видов бизнеса, на какие-то социальные гарантии, выплаты для людей или для среднего класса. Что, я думаю, однозначно в ситуации кризиса было бы оценено обществом и оценено людьми гораздо более позитивно, чем наоборот проект, который ныне продвигает Министерство экономики и обсуждает с Министерством финансов, создать дополнительно еще одну новую агентуру, агентуру страхования экспортного бизнес-проектов. То есть теперь они идентифицировали, что вот у нас экспортные бизнесы, которые экспортируют на европейский рынок, они не могут найти выгодные условия для страхования. Поэтому нужно создать новую агентуру. И тогда сразу найдут выгодные условия. И я согласна, и я изучила, достаточно попросила комментарии у экспертов по поводу создания экспортной агентуры. Есть часть экспертов, которая говорит, да, такая агентура возможно необходима, однако нужно понимать, что она себестоимость ее содержания будет очень высокой. И нужно понимать, что агентура данная, она будет обеспечивать экспортные гарантии и страхование только очень узкому кругу бизнесов. В этой ситуации, мне кажется, Министерство экономики было бы предпринято более правильный шаг, если бы они выбрали не создание новой агентуры, а уменьшение уже имеющихся агентур с переделом того же самого посессора и функций и экономии средств на содержание госаппарата. А бизнес поддерживает за счет уменьшения социального налога с населения, давая таким образом именно экспортным предприятиям возможность быть более конкурентно способными. При этом получается, что налоговая льгота или скидка, скажем, назовем ее так, по социальному налогу, допустим, экспортному предприятию, она, во-первых, относилась бы на больший круг предприятий. Во-вторых, она была бы более легче администрируема и более себестоимость этой администрации была бы гораздо дешевле. Предприятие было бы конкурентно способным по сравнению с теми же самыми нашими балтийскими соседями Литвой и Эстонией. Причем, насколько я посмотрела по эстонским мерам, которые они предложили для стимулирования своих предприятий, они в том числе отменили второй пенсионный фонд на время выплаты. Вот это второй пенсионный уровень, да? Да. И в этой ситуации они как раз вот эти выплаты, которые предприятия должны были платить в этот фонд, они оставили как льготные не выплачивать их в бюджет. То есть это получается, во-первых, они заморозили поступление, оставили деньги в обороте предприятия, не создали ни одной лишней агентуры дополнительной чиновнического аппарата. И таким образом все более, во всяком случае, просматриваемо, более объективно и более понятные правила игры для предприятий. И понятно, кто получит льготу, большее количество предприятий получает такую льготу, и она выгодна всем абсолютно. Люди работают, они получают зарплату, государство не должно содержать и не содержать в результате безработных или оставшихся на пособиях людей, и себестоимость продукции, которую производят, допустим, экспортные предприятия, она уменьшается и таким образом становится более экспортной по сравнению с другими. Ну вот эти вот идеи, которые звучат, в том числе, из ваших уст, как представителя сеймовской оппозиции, их вообще пытается хотя бы кто-то из партнеров по коалиции, ну не знаю, прислушаться? Я почему спрашиваю? Потому что вот мне кажется, что вот я сейчас наблюдаю, у меня такая комольная мысль родилась, хотел вот вас тоже спросить ваше мнение. Вот мы сейчас что наблюдаем? Ну, правительство заседает по вторникам и четверкам, принимает те или иные решения, связанные с этим, с пандемией, еще и случайной ситуацией. Продлевает там, снимает какие-то ограничения, вводит какие-то новые нормы, меняет порядок получения пособия попростую и так далее, и так далее. Значит, и сложилась такая, на мой взгляд, парадоксальная ситуация. Правительство что-то принимает, при том, простите, при живом сейме, да, при работающем, каникул нет, он принимает. Потом, спустя там вот два дня, эти решения во вторник, в четверг, Сейм, вот вчера было заседание до познания, иногда там чуть ли не до ночи, там спорят, оппозиция что-то предлагает. Все заканчивается тем, после этих всех бонных дебатов, что правящая коалиция за счет перевеса голосов, все до единого предложения оппозиции, значит, отвергает. В сухом остатке остается то, что Сейм штампует, если убрать эти дискуссии, те решения, которые принимает правительство. Я все понимаю, что исполнительная власть и свои задачи, но я к чему веду? Латвия – парламентская страна. Парламент работает, это не летом, где парламент ушел на каникулы после Лигу. Получается, что у парламента нет совершенно никакой инициативы. Может быть, я не прав. Может быть, так и должно быть, что правительство там берет на себя какую-то ответственность, Сейм дальше утверждает. Вот как вам кажется изнутри, будучи депутатом Сейма? Это вот вообще сам алгоритм правильный? Я даже сейчас не говорю о взаимоотношениях коалиции и оппозиции. Вы знаете, то, что я не вижу в этом проблемы на самом деле. Почему? Потому что действительно дискуссии в Сейме проходят, они проходят очень острыми. И предложения от оппозиции, они продуманные, их достаточно много, и они абсолютно все направлены на решение социальных проблем. Я про это и говорю. На решение очень острых и больных социальных проблем для того, чтобы охватить как можно большее количество отраслей, людей, предприятий, тех объектов и субъектов хозяйственной деятельности, которые пострадали от кризиса или могут пострадать и пострадают обязательно в будущем. Я воспринимаю, скажем так, все эти действия, я не вижу рисков, во всяком случае, на данном этапе для демократии. И почему? Потому что это как игра получается. Причём игра, которая, понятно, правила и позиции, и оппозиции. И получается, не суть важна, что правительство, допустим, через две недели принимает поправки. Если эти поправки – это как раз те предложения, которые две недели обратно внесла оппозиция. Но есть такое. Это наблюдается однозначно. То есть, они просто меняют автора, типа мы от себя это вносим. Получается, что я считаю, что на данном этапе оппозиция работает очень активно и агрессивно. И это агрессивность давления со стороны оппозиции заставляет позицию быть более мобильной и охватывать как пособиями, так и мерами защиты тех слоёв и социальных групп, которые, допустим, при первоначальном варианте, если бы не было давления от оппозиции, не были бы охвачены, не получили бы помощь. В любом случае, хотя бы возьмём те же самые 180 евро, которые были, было принято выплатить. Как минимальное пособие, да? Да. То есть, сначала, получается, шла речь о том, чтобы было определённое сито и очень маленькое количество людей могли бы получить. Затем оппозиция внесла ряд поправок, которые, конечно же, отклонили, но через две недели правительство приняло решение эту группу включить и расширить количество тех, кто получит это пособие. Это было по самозанятым, это было по тем, кто получает как микропредприятие определённый доход. Это было по критериям, которые были более уменьшены, и большее количество людей смогли получить такие пособия. Это было по тем же самым определённым льготам для предприятий в виде гарантий или в виде тех же самых займов оборотных средств. То есть, контроль и предложения, они были теми мотивирующими моментами, которые не дают позиции и политической элите расслабиться. Потому что, если они не смогут дать ответ, а почему вот мы присваиваем, допустим, 150 миллионов Аэрбалтики, то почему мы не можем ввести 5% ПВН для тех областей туризма, отдыха и ресторанного бизнеса, которые самые максимально пострадавшие, которые сейчас находятся в конкретном минусе, получается. То есть, почему в такой ситуации абсолютно, я бы назвала её неправовой и нигилистической, государство вытягивает одно предприятие, причём топит конкретно одну отрасль, которая является одной из основных для того же поступления в доход государства в общей сложности. То есть, мы уже прекрасно понимаем, что потребление и туризм, они около 10% занимают в структуре внутреннего баланса Латвии по доходности. Это много, между прочим. Это работа, это те же самые дополнительные налоговые поступления ПВН, те же самые акцизные товары. То есть, у нас эта сфера, она очень хорошо развита и она качественная, и её надо поддержать было бы обязательно в этой ситуации. Если мы поддерживаем Аэробалтик, мы не можем поддержать туризм. Из-за этого, кстати, вот вчера и была такая очень интересная ситуация в Сиеме, потому что было похоже, что КПЛВ вдруг решила поддержать оппозиционную поправку, уменьшить налог на добавочную стоимость до 5% именно вот этим отраслям. Остальные партнеры растерялись, даже объявили перерыв. И в результате, да, заседание было прервано и до вторника будет. То есть, на данном этапе, по всей видимости, происходит процесс воспитания КПЛВ. Чтобы они поняли, что ошибались. Ну, я бы сказала, чтобы показать, где их на самом деле место. Да. И что ни на того они голос подняли. Ни на того, да. Вот об этом мы тоже поговорим чуточку попозже. Любовь Швецова у нас в студии, депутат Сейма, от фракции согласия, перейдёмся буквально на пару минут, не переключайтесь. Да, ещё раз добрый день или добрый вечер, уважаемые бороться с теми, кто там цветы кладёт у памятника. Но ведь это не единственная противоречия внутри коалиции. За последние месяцы мы можем наблюдать вот эти дружественные объятия коалиционных партнёров, похожие на попытку задушить друг друга. Я имею в виду КПЛВ против новых консерваторов или, наоборот, новых консерваторов против КПЛВ. КПЛВ, всякие другие вот интересные события, которые вокруг господина Юроша развиваются. Ну, дальше, дальше мы можем и другие противоречия внутри коалиции обнаружить. Это что? Это начало, конца коалиции? Или это просто милые бронятся, только тешатся и так далее? Как вы всё это оцениваете? И поможет ли это той же оппозиции всё-таки какие-то свои идеи донести с учётом того, что единства в коалиции нет? Я думаю, что это концептуально, это всё у них от любви, на самом деле. Так. То есть, они… Это по Фрейду буквально. А тех, кого любят, того типа бьют? Да. Ну, нужно ещё понимать, что происходит процедура, как это называется, поделикатнее. Ну, когда кто главный определяется в пространстве, это каждая борется партия за место под солнцем. Это место под солнцем определяется в том числе и реализацией тех же самых данных избирателям обещаний. Иначе это, ну, как-то, ну, совсем некрасиво будет, получается. Господин Гиргенс, если мы конкретно говорим о празднике 9 мая и господин Каринч, дискуссия или публичная дискуссия, я её оцениваю, на самом деле, со стороны Каринча, как очень такой достаточно низкий жест, низкий жест, и это показывает о том, что он всё-таки на самом деле слаб, потому что, как бы, продать семейное имущество гражданину России, связанному с Газпромом для господина Каринча, это, как бы, не является никаким аморальным поступком. Это вообще случайное совпадение. А то, что господин Гиргенс не слишком много наказал тех людей, которые возложили цветы 9 мая к памятнику, ну, иначе, как низостью, в моём понимании, это не является. Это один момент. А реальная, я думаю, причина, почему господин Каринч такую резолицию к господину Гиргенсу издал, это ревность. Почему? Потому что господин Гиргенс стал слишком популярен. Он нравится людям. Он показывает достаточно хорошие результаты борьбы с теми же самыми контрабандистами. Он показывает неплохие результаты. То есть, он на опасную тропу вступил, я так подозреваю. Я думаю, что, да, эта тропа действительно очень опасная. Боётся за законность он решил. И ему нужно очень много сил внутренних и резервов для того, чтобы выдержать на этой тропе. И если мы говорим о конкретных каких-то действиях КПЛВ, то Вену Атейба и господин Каринч, они, скажем так, деликатно опустили КПЛВ уже по двум позициям. Первая позиция была сразу после Нового года, когда они министра экономики сняли с трассы господина Немира, заменив его на господина Виттенберга. Это случайно было решение его? Ну, случайно может быть одно решение. Если решения идут одно за другим, это уже появляется системность. Конечно. А системность показывает на сознательное снятие с трассы и указания... То есть, Немира тоже был довольно активен, опасно. Я думаю, что господин Немира вдруг решил сделать дивиденды на том, что всё-таки он ойк, может быть, там это самое уменьшит аппетит. То есть, буквально на святое начал покушаться. Он окушился совсем не на то, абсолютно не на то направление. Вдруг он заявил, что, скажем так, и с мусором у нас тут не всё так чисто, как бы. То есть, он на своей тропе очень многие такие сенситивные темы для новой вены ты бы задел. И получается, что как бы... Меня анализируя его поведение после того, как ему не присвоили доступ к гостайни, как бы, вернее, отняли заново по-второму, правильно? Удивил только один момент. То, что он абсолютно как бы... Ну, бывает так, что тебе как бы... Ну, обидели, но ты всё-таки борешься как бы. А он это принял достаточно... Сдался, короче. Ну, как бы вот... Ну, как боец себя не повёл. Ну, хорошо, уходим мы в сторону, и как бы вот у нас господин Виттенберг будет, который абсолютно, конечно, но не конкурент, в принципе, по каким-то определенным стратегическим вещам. Ну, в чём-то же он специалист, говорят. Вот воздержусь комментировать. Но это не суть важна. Почему Каренщи теперь обратил своё внимание, свой взор на господина Гиргенса? Вот Гиргенс-то как раз, он слишком хорошо выглядит на общем фоне, и нет необходимости давать какие-то определенные бонусы как бы тем, кто... Чьё место не в центре стало, а как бы... Который не должен получать какие-то, скажем, другие, претендовать на другие вещи, а не на столь важные. И ещё один момент, который меня заинтересовал очень во время комиссии бюджетной, это был такой нюанс маленький. Было предложение со стороны оппозиции не остановить выплачивание государственных, государственное финансирование для Аэробалтика до тех пор, пока не будет предоставлен детальный отчёт о том, каким образом будут денежные средства использоваться. Но это наглость с его стороны. Видите ли, просто КПЛЛВ представители госпожа Петровича и Ивета Бемхена-Бетхена, они воздержались во время голосования. То есть я допускаю, что, скажем так, партнёры по коалиции не предоставили детальную информацию, каким образом и кто будет делить миллионы, отправляемые для Аэробалтика. А миллионов много, между прочим. В результате возникли некоторые экономические, даже больше, мне кажется, не помню сейчас из головы, диссонанс внутри самой коалиции. В результате КПЛВ осмелело, и они вдруг решили поддержать туризм и другие отрасли услуг, которые наиболее сильно пострадали от экономического кризиса. Ничего, до вторника, я думаю... Их перевоспитают. Их перевоспитают. Давайте возьмём, да, оденем наушники. У нас есть звонки 6212-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Евгений, спасибо, что дали слово. Сразу скажу, что уважаю всю любовь, мне нравится ход мышления, ум. У меня никакой комментарий, предложения. Я уже ранее его озвучивал, его попытаюсь снова. Вас, как Савканю, абсолютно никто не принимает, скажем, всерьёз. Абсолютно уже, ну, грубо говоря, уже вытирает ноги. Савканю, на мой взгляд, я тоже в неё уже разочаровался. И, скорее всего, не буду за неё голосовать. Буду, скажем, ну, не знаю, как по отместку, наверное, проголосую за Гобзом. Хотя не хочу этого делать. Вот. И как бы у меня такое вот предложение. Делать Савкани так, как делают ведущие, Куалбуша, Куалития, создавать партии, саталиты, скажем, вот как в частном случае Савкани. Чтобы были союзники. Да. Чтобы, которая будет ближе к Куалбушу, Куалитии, и с возможностью попасть в правительство. Мне кажется, это реальный выход. То есть, из такого положения. На данный момент Савкани совсем никак не выглядит. Ну, вот такое мне предложение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Очень интересный, на самом деле. И на самом деле он требует более глубокого анализа и более, так скажем так, глобального и глубокого ответа. Однозначно наблюдается кризис согласия. Однозначно партии необходимо принимать достаточно радикальные решения. Сразу скажу, что я не являюсь как бы в руководстве партии. Я просто-напросто являюсь участником фракции. И наблюдаю, и так как я в политике всего два года с хвостиком, я просто наблюдаю за происходящими процессами и анализирую те вещи, которые происходили, происходят, и прогнозирую возможное развитие событий. С учётом той же самой психологии людей, психологии и типологии поведения лидеров, типологии поведения, скажем так, электората. И я могу сразу сказать, что мне сложно и, наверное, не слишком корректно будет, если я буду углублённо передача оценивать стратегию поведения и политику партии согласия. Но позвольте себе только сказать, что я считаю, что методология поведения того же господина Кобзенса, выбранная им, она правильная. С точки зрения поведения оппозиционера, она агрессивна, экспрессивна, и она достаточно… Он выражается просто, понятно, доступно людям, он поднимает очень острые вопросы, и он указывает на недостатки. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то голый популизм без фактов. На самом деле есть под этим основаниям много, по крайней мере, под многим из того, что он говорит. Нужно понимать, что на самом деле человек, скажем так, существо эмоциональное. Вообще люди, мы принимаем решение, это мы хотим быть уверены в том, что мы логично думаем, принимаем решение на основании рациональных аргументов, логики. На самом деле никаких логических аргументов нет, очень много определяет эмоции. Именно как раз на эмоциях и играют политики и партии во время предвыборных кампаний, особенно когда у них достаточно большое количество финансов. То есть используются самые низкие людские инстинкты человеческие, противопоставление людей, противопоставление национальностей, когда играют на очень сложных прошлых проблемах, когда используют трагические события истории для того, чтобы, ну скажем так, тот же самый господин Ринкевич во время предвыборной кампании ставил плакаты о том, что русские идут, поэтому нужно голосовать за Иоанну Вьянотлипом. Так было примерно. Ну, скажем так, не сильно дорогая реклама, но очень эффективная, правильно? Это позволило партии, которая практически очень потеряла в рейтингах и в количестве, все равно войти в семь. И дальше уже формировать правительство, а теперь это же правительство и эта же партия разруливает и ставит на место всех остальных. Это про объятия за душу от любви внутри самой коалиции. Почему так говорю? Потому что, смотря на события с тем же самым господином Гиргенсом, я вижу, что за этот промежуток времени очень короткий. Новая Вену ты бы поставил на место и господина Юруша, и господина Гиргенса. То есть господину Юрушу пришили быстренько дружбу с тем же самым Сливой, который, скажем так, является определенным авторитетом, достаточно серьезным. То есть вот до этого 20 лет Новая Вену ты бы с господином Юрушем работала, дружила, совместно там многие вещи обговаривали и решали. И вдруг теперь оказывается плохо, что семья Юруша оказывает юридические услуги господину Сливе. Ну, странно. Правильно получается? Вдруг выясняется, что господин Спаранс является чуть ли не посредником, взяткодателем для господина Солодухи. То есть вот вся двуличность коалиции, которая на словах русские идут, как бы и мы против кремлевской политики, на самом деле в конкретных делах и в конкретных услугах самих политиков, отправящих коалиции, показывает абсолютно иную мотивацию и иные действия. То есть, дорогие избиратели, когда вы пойдете голосовать, смотрите не на то, что вам говорят и показывают, а оценивайте то, что каждый сделал. Особенно это актуально вот сейчас, когда в августе будут выборы в Рижскую Думу. И когда будете отдавать голоса за господина Кирсиса, то нужно подумать, а нужен ли вам такой представитель новой вены, который проводит достаточно двуличную политику? Вот такой, может, последний вопрос, так время у нас быстро идет. Вот сейчас, сегодня как раз прозвучала такая новость по результатам аудита Ригес-Намо Павловникс, ну, крупнейшее муниципальное предприятие, которое оперирует миллионами евро, фактически жильцов, рижских домов многоквартирных. Вот уже такой намек, возможно, это подготовка такой почвы для того, чтобы это домоправление просто приватизировать. Вот насколько это вообще реально? Я думаю, что, безусловно, заключение этой аудитерской компании имеет только одну цель, это отдать данное предприятие на приватизацию в частные руки. А все остальное это как бы так? Там другой цели не может быть. А какие риски я вижу во всем этом? Я считаю, что это неправильное решение. Почему? Потому что, во-первых, будет увольнение в таком случае сокращения работающих, однозначно будет уменьшение количества собственности самоуправления, будет уменьшение поступления в бюджет самоуправления от этого, и, безусловно, будет уменьшение количества социальных гарантий за счет этого для жителей Риги. То есть, это заключение в рамках, по всей видимости, заинтересованности какого-то определенного субъекта было создано. Я не говорю о том, что не надо было бы Ригес-намопарвалник эффективизировать или оптимизировать его работу. Об этом я не говорю. Там, безусловно, есть возможности для модернизации и организации более эффективной работы. Но приватизация данного объекта в условиях кризиса и до того, как происходят хотя бы те же самые выборы в Ревскую Думу, которые должны быть объективно выбранными. И плюс еще, это, в моем понимании, все-таки это идет в разрез с политикой, или направленностью политики, если мы говорим Латвии, как скандинавских стран. Почему? Потому что в скандинавских странах все-таки достаточно высокий уровень предприятий, которые являются государственными и самоуправлением, которые обеспечивают людям работу и которые обеспечивают услуги. В любом случае, я бы сказала так, что, по всей видимости, заключение заказало от ИСТИ и БПР. Это в их интересах для того, чтобы отдать данный объект, по всей видимости, на приватизацию какому-то конкретному покупателю из частных рук. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Любовь Швецова у нас была в студии, и большое спасибо. Спасибо, до свидания.